Всем привет, с вами Priya. Сегодня речь пойдет о поиске статика в нашей любимой игре, в нашем любимом Варкрафте. Поиск статика это относительно такое дело тяжкое и к нему надо подходить с умом. Нужно найти себе гильдию не только в которой вам будет интересно прогрессировать, но и найти ту гильдию, в которой люди будут устраивать вас как морально, так и вообще по общению и по уровню игры. Как говорится, бери ношу по себе. По-моему, как-то так эта пословица идет. Или нет? Слишком сложно на самом деле. Не такой уж прям классный я филолог, чтобы рассуждать на эту тему. Так вот, окей, начнем же. Поговорим о тех ресурсах, на которых можно спокойно узнать всю информацию о персонаже. Да, я как-то делал уже видосик по типу наилучшие сайты для игроков Варкрафта, но похоже этот видосик был проигнорирован, и люди до сих пор просят меня, мол, типа, Priya, покажи свою армори, нам так интересно посмотреть, как у тебя там таланты, прогресс, шмот и там что-то еще. Так же сложно взять мой ник с центра экрана и вписать его на WoW прогрессе, действительно. Так вот, мы открываем сайт WoW прогресса, мы вписываем сюда ник и выбираем либо моего воина, либо моего ДК. Что хотите, то смотрите. Вот. Оцениваем персонажа. Смотрим Mythic плюс карму. Ну, это специальные такие лайки, которые вы можете ставить другим оппонентам группы, с которыми выходили в миф-плюсы. Ну, далее. Mythic score, актуальный для 7.3.0, то есть это с текущего сезона, с обновления 7.3.0 именно на танке. То есть тут место получается по всем танкам мировое, а тут именно по рыцарям смерти, 105-е в текущий момент. Это место прыгает, потому что есть танки, играющие с более сильными людьми в миф-плюсах и закрывающие более высокие ключи, и следовательно, они растут, а мое место падает. То есть если сидеть на месте, то ничего и не произойдет в итоге. Итем левел, надетый в текущий момент на персонажа. Остерегайтесь фейкнутого эквипа. Что это такое? Это вещи чисто на максимальный уровень предмета. Я могу одеть 930-ю триньку. Чисто ради повышения эквипа. Но я хожу с 910-м кристаллом, потому что это выгоднее. Я получаю больше стат с этого. По 2-2,5%. 2,72 хосты. Далее. Рейдовый прогресс. Актуальный. Тир-19. Рейдовый прогресс. Седель и ночи. Ну так как ДК у меня создан лишь в июле. В середине июля. То контент Мифик Цена закрыт, само собой, не в актуале, а чуточку. Попозже, лишь через пару недель после его создания. Какие-либо архивные похождения в Мифик Плюсы. Опять же их относительно немного. То есть за 7.2 и до 7.2 их нет. Потому что он создан был недавно. То есть это все можно отчекать. И это можно понять. Мол, то что когда был создан персонаж. Какой у человека опыт игры из этого персонажа. Я спокойно могу сказать то, что я не особо классно играю за ДК. Да, я знаю основы, да, я могу что-то сделать, но придумать какую-то инициативу я, увы, не могу на нем. Но пытаюсь, по крайней мере. Ну и тут смотрим шмот. Сеты, проки, тут все расписано, все прописано, что по сколько процентов дает. И все это реально классно. Можно осмотреть релики. Если вы так не понимаете, то можете открыть артефакт трейдс. И там, где будет число 5, значит на ту особенность висит реликвия. Например, артефактная сила, ну типа сколько артефактной силы накоплено на персонажа места в плане мировое, там ПДК, Реал, Ру, вкладка, Европа. Все это можно глянуть. Это будет полезно для тех игроков, которые, допустим, вступают в гильдию и хотят, к примеру, посмотреть сагильдийцев, с которыми они в будущем будут рейдить. Заходят, допустим, гильдии эксплойт, сибирская гильдия, 8 из 9, мифик, РТ, тут кого-то ищем даже. Ребята стримят, там тоже вы можете зайти к ним, поддержать их. Вот. Вот, допустим, вы там играете за, ну я не знаю, ну за монаха. Вы так открываете вкладку итем левела и смотрите, то что монахов-то всего, ну таких классных одетых, ну там 7 штук. Да и 7-й-то это, скорее всего, твинк какой-то по уровню артефакта, в принципе, видно. Берем, открываем первых 5 монахов. Ну потому что это я знаю, это танковский твинк. Я его открывать не буду. Мы берем, открываем, ждем прогрузку всех этих вкладок. Ну. И смотрим. 35-й эквип. Мифик Скор, танк. То есть этот танк, получается, можно уже сделать такой вывод. Смотрим танки, смотрим гильдии, которые были сменены этим человеком. Как вариант. Далее смотрим. Это твинк Рупия. Ой, Рупий самый смешной человек в гильдии. Он так любит смеяться на самом деле. Его не корми, он будет смеяться и будет сытый в итоге. Дальше смотрим. Это твинк Достартана, как я понимаю. Паладина Хилла. Монах Хилл. То есть все это спокойно вы можете осмотреть. И так сидите и подумайте. Ага, а мол, типа у них нет нормальных монков постоянных на основе. А может быть подать к ним заявку монахам. И допустим, берете, списываетесь. Тут все расписано. К примеру. Мол, то что. Баттл таги там, скайпы. Что-нибудь типа такого. ГМ, РЛ. Берете этим ребятам, отписываете. Ну или через меня уж, ладно. И все. И с вами свяжутся и распишут вам что-либо. Также можно открыть абсолютно любую гильдию на таком игровом мире, как Гордуни. Вы кликаете кнопку Реал. Вы отлистываете, так сказать, ношу по себе. То есть на тот уровень, который вы играете. Само собой, начав только играть в эту игру, в гильдию с 9 из 9 мификов, вы заявку не будете писать. Это относительно глупо. Берете, открываете какую-нибудь вторую-третью страничку. Ладно. Вторую страничку. Как вариант. И смотрите, какие гильдии. Открываете пару-тройку гильдий. Допустим. Пиар-гильдии на самом деле. Ну вот, и смотрите то, что какое у них рейдовое время. Гильдия тоже сибирская. Не возьмут к нам, возьмут туда, скорее всего. Если вы хорошо играете. Ночное РТ. Ну, для меня ночное, для кого-то вечернее. Вот, то есть, есть гильдии, которые заполняют свою страничку в вов-прогрессе. Есть гильдии, которые не заполняют свою страничку на вов-прогрессе. Все это дело смотрите, все это дело изучаете. Можете даже какие-то видосики глянуть, мол, типа, как ребята убивают боссов. Ну, то есть, ну, что они вообще делают для этого. И спокойно все это изучаете. То есть, проблема в поиске гильдии отпала, по-моему, после создания этого сайта. А сайт был создан в вов-прогрессе очень давно. То есть, это можно, в принципе, глянуть по тем тирам, которые тут указаны. То есть, получается, сначала Лич Кинга был создан этот сайт или середины. Я не особо шарю по тирам, но, по-моему, это начало Лич Кинга. Ну, по крайней мере, ладно, уж в катаклизме точно вов-прогресс работал достойно и им пользовались. Какие же факторы, лично скажу по своему такому личному опыту, могут, так сказать, помочь, что ли, при поиске гильдии? Показывайте себя всегда с лучшей стороны. Вы идете в мифик плюс, а если вы идете с европейцами, то ладно уж, просто не сломайте ключи, сделайте все правильно. Там, сбейте каст, выйдете и сбойте зоны или что-то еще сделаете. Просто возьмите и при игре с русскими ребятами отыграйте правильно. Если вы будете выдавать большой ДПС, если вы не будете вловить лишнего какого-то дамага и не напрягать группу своими какими-то монотонными, скучными поправками, разговорами, то, мол, типа, я не знаю, но спокойно в конце подземелья вы можете написать этим ребятам, которые были с вами, а вот, ну, предложить так себя, как товар. Скажите, я вот ищу гильдию, мол, типа, и хочу там туда-то, хочу туда-то. Возможно, вас возьмут, возможно, с вами переговорят, и как-то начнете свой рейдовый опыт. Начнете его набирать, начнете рейдить, начнете одеваться, будете уходить в гильдию посильнее, сильнее и сильнее. Есть люди, которые спокойно из той гильдии, в которой я находился варом, я как бы до сих пор там нахожусь, но суть в том, что там и так уже два танка есть, и им пока их утанчить вместе, и вар относительно, как оказался, не актуален, я поэтому-то, в принципе, и ушел на ДК, и ушел в другую гильдию, и правильно сделал. Вот. То есть, люди, играющие со мной в той гильдии, они добрались до весьма хороших мест в лучших гильдиях мира. Я не буду говорить имена этих людей, но они молодцы, на самом деле. Через систему Мифик Плюс они сделали то, что не могут сделать многолетние рейдеры. Вот такая вот интересная фишечка. Как вариант для упрощения поиска себе здесь. Ну, допустим, играете вы за... Давайте тех же монахов помучаем, да? То есть, гильдия ищет монка. Дамагера. Вы кликаете кнопочку Go, и смотрите, какие гильдии ищет монаха-дамагера. И вам уже попроще это дело искать. Напомню. Некоторые гильдии обновляют свой WoW Progress относительно периодически, некоторые гильдии заполнили свой WoW Progress год-два назад и не занимаются им. Но это глупо, на самом деле. WoW Progress — это сайт, на который заходят миллионы людей ежедневно, и обновить свою страничку на WoW Progress, страничку гильдии, это уж не такая большая проблема, на самом деле. Вот, каких бы вам еще умных мыслей накидать? Не знаю, по поводу Mythic+, по поводу поиска себе там группы, ну, зайдите в мою ВК-группу, писать розыгрыш жетона, как мне интересно, там репостите и анонсы стримов. Вот. Заходите во вкладку «Обсуждений». Заходите во вкладку «Люди для Myth+.» Ну вот. И аналогично выставляете себя, то есть пишете, кто вы, что вы, что вы готовы делать, какие вы готовы ключики закрывать, какие условия времени вас, в принципе, устраивают. И спокойно кооперируетесь с людьми, и аналогично находитесь с ними общий язык, и как-то двигаетесь вверх по некой карьерной лестнице Варкрафта. Ну, не знаю, как-то так я это дело вижу. Некоторые гильдии просят логи. Что такое логи? Логи в игре Варкрафт, они появляются не с пустого места. Скачивается специальная программа загрузчик с сайта Варкрафт Логс, который у меня открыт в текущий момент. Запускается перед пулом. И абсолютно весь текст боя, он сохраняется в текстовом файле. Потом этот текстовый файл выгружается, анализируется сайтом, и специализированно выгружается на страничку вашего персонажа. И тут вы можете все абсолютно посмотреть. То есть, допустим, Брия ДК, Эксплойт, Гордуни, Блад, Дефт Найт, то есть Кровь, Рыцарь Смерти, Итем Левел, Очки Достижений, Последний Выход из игры, что-то бред какой-то, и последнее обновление Оружейный. Логично. Окей, нажмем Update, пускай обновляет. Шмот, таланты, статы, как вариант. Последние новости, которые почему-то были удалены с обычной Оружейной, а зря на самом деле. Процент перформанса на боссах. Процент перформанса, как бы вам так сказать, Вот есть 100%, 100% игрок, который отыграл, допустим, на миллион ДПСа в бою с Мифическим Городом. Я отыграл на 60%. Это означает, что за этот бой я выдал 600 тысяч ДПСа. Но смотреть, конечно, ДПС на танки, это дело такое себе. На танках чаще смотрят КПС, на танках чаще смотрят уже более детальней именно эти логи, то, что какие сейвы в какую секунду были прожаты, против чего они были прожаты. Абсолютно все можно по этим логам изучить. Как это дело изучить? Давайте подумаем. Я не хочу открывать мифические логи. Мне запрещено это делать. Не то, чтобы запрещено. Я не хочу просто этого делать. Берем, открываем лог с нормала. 6 сентября. Относительно свеженький. Это у меня еще 895-й там был, скорее всего, кристалл. Кликаем. Вот они, эти логи. Прописано, когда сдается Гера. То есть это вот большое синее полотно. Это и есть героизм. Один. И вот второй себе. Кто-то сдавал под колечко из магов. Красные полосы это смерти. Наведя на красную полосу мышкой, видно, от чего умер этот человек. Аналогично? Аналогично. Рейдовый график ДПСа. Ну, найду себя. Вот прыжки моего ДПСа. Красная пунктирная полосочка. То есть так вот он идет, 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 идет. И идет, в принципе. Кликнув только меня, допустим, что я и сделаю, можно увидеть тотальную ротацию того, чего я юзал и сколько чем надамагал. Если зайти в вкладку «Casts», то тут, по-моему, можно было увидеть полосу такую, что я юзал в текущую конкретно секунду. А, timelines, точно. Cast. Вот. То есть вот с чего я начинаю, допустим, свою ротацию. И вот она идет. Колесиком мы это дело прокручиваем. Очень интересная ротация. Все полосочки тут, все сейвы. Все вписано, все показано на какой секунде боя, что прожималось. То есть вещица реально полезная. И если вы, правда, задумались искать себе какую-то классную, топовую гильдию, на ваш взгляд, то этим стоит заняться. Запись логов лучше делать как вариант в героической сложности. В мифической вы навряд ли пройдете, как случайный человечек. Все-таки в мифике ходят чаще гильдиями. Но все же. Можно поискать в чате как вариант рандомные группы. Просто правильно отыгрывайте на боссах. И если вы пойдете в гильдию, и с вас спросят логи, то вы предоставите им их. И все будет просто. У вас инвайтмент, и вы начнете свой путь рейдера. Чтобы найти свои логи, мы кликаем луку, мы пишем свой ник и выбираем своего персонажа. Ну, я выберу Вара сейчас в текущий момент. Покажу на примере Вара. Ну, тут тотально закрытые логи, то есть я вам ничего не покажу. И сами уже там РЛы, офицеры все это дело смотрят. Какие-то такие мысли у меня в текущий момент по поводу поиска гильдии. Гильдию реально сейчас найти. То есть время сейчас осень. Да, конечно, я прекрасно понимаю, там люди некоторые начали учиться, кто-то начал работать. И поэтому, как вариант, если у вас свободное время есть в игре, то почему бы не начать путь рейдера именно сейчас рейд, гробница Саргераса, уже весьма долго идет. Все набрались в нем опыта, все научились в нем нормально играть, освоить каких-то боссов в героическом режиме для начала, а потом в мифическом относительно легко. И, как вариант, эту умную мысль хотел сказать забыл. Сложно слишком. Большой поток мыслей у меня не могу удержать его в своей голове маленькой. Ну и скоро рейд выходит. Вот, я вспомнил эту мысль. Скоро-то Анторус выйдет все-таки рано или поздно, месяца так, через 2-2,5-2,5. Если же считать по 11-недельному циклу, то видосик, о, видосик, говорю, Анторус. Видосик-то выйдет, это 100%. Анторус, скорее всего, будет 6-го декабря, в день моего рождения. То есть, если смотреть по циклу 11-недельному. Классно? Почему бы и нет? Ждем рейда, ищем статики. Ну, я нашел уже. Желаю вам, как говорится, найти тот статик, который будет вам по уровню, который будет вас устраивать абсолютно во всем. Там, я не знаю, в людях, в общении с людьми, в дележке лута, что, кстати, тоже имеет некоторую важность. Ну и самое главное, чтобы люди, которые играли с вами, прекрасно понимали, что без личного прогресса в игре не будет рейдового прогресса в игре. Всех благ, счастья, здоровья, как говорится, легендарок вам побольше. Берегите ноги. Он растянул на 20 минут. Представляете? Мастер!